В результате ЧП сегодня, вы все знаете, на Крымском мосту повреждена проезжая часть, прежде всего автомобильной дороги, автомобильной нитки, которая ведет из Тамани в Крым. Нитка из Керчи в Краснодар, соответственно, повреждена в меньшей степени. Сегодня, до конца дня, будет работать правительственная комиссия с моим участием, которая определит степень повреждения. И сегодня будут выработаны пути восстановления и время восстановления дорожного полотна, и, соответственно, если будет необходима железнодорожная составляющая Крымского моста. Хочу заверить крымчанам, то есть, первое, топливо в наличии больше, чем на месяц у нас полностью. Никакого ажиотажа быть не должно. Продовольственные запасы больше, чем на два месяца практически по всем направлениям. Рисков в этой части никаких нет. Работы по восстановлению Крымского моста будут вестись без всякой бюрократии. Соответственно, приступаем практически сегодня, как только закончит работу Следственный комитет и Федеральная служба безопасности. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие, всех гостей Крыма в данном случае тоже прошу набраться терпения. Мы договорились, что сегодня поезда, отправляющиеся после 17.00, просьба сегодня не прибывать поездов не будет в данном случае. Договорились о том, что компенсируем полностью стоимость билетов. Никто из людей, то есть на билетах и так далее, не пострадает. Мы попросили сегодня, обратился я непосредственно к ательерам в данном случае, чтобы тем людям, у которых на сегодня выходил срок, заканчивался, соответственно, санаторный отдых, либо просто тот, кто приезжал, соответственно, отдыхал в отеле, чтобы на сутки всем продлили за счет республиканского бюджета. То есть с туристов, с гостей денег, соответственно, не брать, то есть отели получат компенсацию из республиканского бюджета. Что касается всего остального, работают все без исключения оперативные службы. С Министерством обороны, с коллегами я нахожусь с правоохранительной системой в постоянном контакте. Уважаемые крымчане, уважаемые россияне, мы проходили более сложные времена в данном случае. Данные события, данное ЧП нас точно не подкосит. Поэтому набраться терпения, выдержки, спокойствия, я на месте нахожусь, держу все полностью под контролем, всю ситуацию. Поэтому будет восстановлено паромное сообщение, сегодня пассажирское, и до конца дня, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение. Поэтому выйдем из этой ситуации с честью, как выходили из других ситуаций и раньше.